Что слышит и видит в теле? Это я тебе задавал вопрос, чтобы ты нашла, что видит и слышит в теле. Я не могу тебе это объяснить, что видит и слышит. Я могу тебе только сказать, что это ничто, слышит и видит. Я это называю жизнью, это ничто. Иисус это называл Богом. Ты это можешь узнать только тогда, когда ты согласишься с тем, что ты не тела. Такое же согласие происходит, когда тело умирает. И это ничто говорит, что я не тело, я не могу умереть. Я лишь то, что видит, слышит, присутствует в том, что происходит. С ним не может произойти ни рождение, ни смерть. Оно одновременно рождается, одновременно умирает. Оно настолько быстро происходит, это исчезновение и появление, что невозможно увидеть, что это все исчезает и появляется. Вот это как раз видит и слышит. Этим как раз ты и являешься. Но не являешься телом. Ты являешься вечной жизнью. Ты никогда не умираешь. Тело умирает, но ты нет. Все боятся, кто думает, что они тела, потому что они боятся умереть. Но когда ты узнаешь, что ты не тело, тебе не страшно умирать. Тебе не страшно, когда кто-то умирает. Тебе никого не жалко, потому что ты знаешь, что то, что живет в теле, оно не умоет, оно не рождается. Только тело, если оно себя осознает, что оно тело, ему страшно. Но это ничто не осознает себя тело. Это жизнь, которая в теле сейчас, на данный момент, пока есть тело. Оно не осознает себя тело. Оно лишь ощущает. Вот это ощущение, жизнь, является в грибе. Яблоки. Оно, оно, когда тело это есть, оно ощущает себя, как яблоко, как вкус яблока. Оно одновременно и в теле, и в яблоке. Но когда приходит ощущение, оно как бы разделилось. Оно остается в яблоке и остается в теле, в ощущении вкуса яблок. Но это лишь на тот момент, на это мгновение, когда что-то происходит. Вкус, чувство яблока. Произошло, оно съело себя, как яблоко. И оно стало опять одним целым. Оно неразделенное. Но это так, как можно объяснить об этом просто. Но это сложно объяснить. Чтобы это узнать, почувствовать этим надо быть. Уйти из соглашения, что ты делал. Оно и вкуса и вкуса